Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. В синдроме спящей красавицы, как некоторые называют эту болезнь, нет ничего прекрасного. В мире насчитывается лишь около тысячи человек с этим заболеванием. Синдром Клейни-Левина – редкое неврологическое расстройство, которое характеризируется периодическими эпизодами чрезмерной сонливости и нарушениями поведения. В большинстве случаев приступы болезни наблюдаются у людей каждые 3-6 месяцев и длятся 2-3 дня, иногда до 6 недель. В это время люди спят по 18 и более часов в сутки, просыпаясь лишь для того, чтобы поесть и сходить в туалет. У больных также наблюдается повышенная агрессивность, раздражительность, спутанность сознания, упадок сил и апатия. 47-летняя Дженни Гроссман из Ливингстона говорит, что ее старшему сыну Куперу, которому сейчас 17 лет, был поставлен диагноз 2 года назад. У Купера уже было 5 эпизодов с момента его диагноза. Во время эпизода он спит 20 часов в день. Эпизоды обычно длятся 3 недели, когда он находится в состоянии гипнотической комы. Он понятия не имеет, что происходит вокруг него. Когда он не спит, он либо много ест, либо смотрит шоу, которое уже смотрел 50 тысяч раз. У него не хватает сил на то, чтобы почистить зубы, помыть посуду или позвонить кому-нибудь по телефону, не говоря уже о прогулках. Проблемы начались в феврале 2017 года. Купер перенес грипп, казалось бы, без осложнений. Через 2 недели он пошел на хоккей, но оттуда позвонил матери и сказал, «Мама, приедь за мной, я плохо себя чувствую, я чувствую усталость». Он пошел спать и проспал 7 часов. На следующее утро он все еще чувствовал усталость. Каждый раз, когда мать пыталась разбудить его, он смотрел на нее и говорил, «Мама, я слишком устал». Родители отвезли его в больницу, но там им сказали, «С вашим ребенком все в порядке». Но они видели, что это не так. Он был заторможенным и нервным, и спал по 20 из 24 часов каждый день. Он был совершенно другим человеком. Тогда родители поместили его в реанимацию, где Купер прошел все мысленные тесты. Спиной мозг, компьютерная томография, МРТ. Врачи не нашли никаких инфекционных заболеваний, менингита, ничего. Что могло бы изменить его поведение? Стали подозревать психическое заболевание. Среднее время диагностики синдрома Клейни-Левина занимает около 4 лет. Но семье Купера повезло, они попали в руки к специалисту. Врач предложил два препарата, которые Купер принимает уже два года. У него были эпизоды, но когда он принимал лекарства, их стало меньше. Во время эпизодов болезни его мозг застревает в странном циркадном ритме. Он просто физически не может бодрствовать. Он не может отличить реальные вещи от сюрреалистических. Его мозг находится в режиме жажды сна. Когда он просыпается от эпизода, у него практически нет воспоминаний о том, что произошло. Неожиданно возникнув в подростковом возрасте синдром Клейни-Левина, также неожиданно может исчезнуть без какого-либо медицинского вмешательства. Приступы становятся менее продолжительными, а промежутки между ними увеличиваются. В конце концов, заболевание исчезает само по себе. И мать Купера надеется, что так произойдет и с ее сыном. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.